Всем привет, всем привет! У нас сегодня с вами тема выкладной френч. Немножко мы усложняемся, усложняемся, делали наращивание, арочки, теперь приближаемся уже к сложным техникам. Сейчас, возможно, это не самая востребованная техника и, возможно, невозможно, точно ее не делают на постоянку в салонах красоты. Но те мастера, у которых большой опыт работы, они 100% знакомы с техникой выкладного френча, конкурсные мастера 100% знакомы с этой техникой. И вообще, это раньше была очень востребованная услуга. Аквариумный дизайн, выкладной френч. Я когда работала мастером, у меня было даже не одна, было несколько клиентов, которые на постоянку делали выкладной френч. То есть из месяца в месяц, носили выкладной френч. Это не обязательно может быть белый, это может быть и аквариумный. То есть по технике выкладного френча делается очень много вариантов. То есть технология одна и та же, а вариации могут быть разные. Может быть прозрачный кончик, может быть витражный, аквариумный, белый, красный, цветной, какого угодно. Техника выкладки, то есть техника моделирования выкладного френча, она одинаковая. То есть если вы эту технику освоите, вы потом со свободным краем сможете уже играться по-разному. То есть делать наполнение абсолютно разным. Это может быть салонный вариант, это может быть арочные ногти, квадратные пайпы, стилет длинный. То есть по технике выкладного френча делается очень-очень много разных вариаций. Поэтому осваивать эту технологию, сейчас это все возвращается. Если вы мониторите инстаграм, тот же самый тик-ток, вы наверно видите, что выкладного френча сейчас становится больше. То есть его, он вообще появляется, он появляется, его делать его хотят. Но мастеров, которые умеют это делать красиво, качественно, носко, очень мало. Вот катастрофически мало. Вот если вы сейчас захотите сделать у кого-нибудь крутой выкладной френч, вы фиг найдете себе мастера. И если мастер умеет делать сложные техники моделирования выкладной френч, а бы как там как-нибудь, может быть кто-то, а именно красиво, чтобы это была красивая чистая линия улыбки, чтобы это было симметрично, идентично на всех десяти ногтях. Мало. И если вы владеете этими технологиями, вам нет цены вообще. Вот просто нет цены. Такие мастера считаются очень крутыми. Это в основном випы, эксклюзивы, то есть мастера с топы, которые, у которых выше ценник, которые даже если работают в салоне красоты, и кроме них еще есть мастера, они считаются, ну, как бы, круче. Вот я себе ноготь спилила. Не должна была быть модель, но она оказалась непутевой, поэтому я буду делать на себе, как всегда. Сейчас вот еще чуть-чуть допилю его. У меня уже бедные ногти, они уже не вывозят. Что-то я часто их стала делать. Вот. И сегодня мы с вами сделаем вариант выкладного френча белого, но не белого. В общем, мы будем использовать белое к реке. И, как всегда, в последнее время я хочу добавить туда что-то блестящего. Ну, Новый год. Вдруг кому-нибудь понадобится. Я уже как-то делала такой вариант. Кстати, всем понравилось. Ну, вот, сегодня повторим. Итак, не будем долго разговаривать. Сейчас, как всегда, по традиции, я вам начерчу схемку, да, которую вы можете соскринить и потом следовать ей и прям сразу попробовать повторить. Сложно, сложно. Для тех, кто никогда этого не делал, это может показаться слишком сложной техникой. Для мастеров, которые, в принципе, моделируют гелем и актигелем, нужно просто попробовать. Не один раз, несколько раз. Я уверена, что у вас получится. Сегодня, кстати, дам вам скидку на курс «Арочное моделирование». И там есть техника выкладного френча, есть пайп, есть витраж, есть белый выкладной френч. То есть, там все техники выкладного есть, и сегодня дам скидку на него 30%. Итак, сейчас порисуем. Так, напишите, как видно. Лампочки нет. Сейчас лампочку крутим. Я сегодня первый раз веду эфир в новом салоне. Вот, у меня тут нет еще лампочки. Сейчас мне ее крутят. Итак, выкладной френч можно выполнять на свои ногти. Вот моя модель пришла, я сейчас, у нее есть своя длина ногтей. То есть, у меня нет, мне бы пришлось делать с нуля. И это тоже есть такая техника, но несколько вариаций есть. То есть, если к вам пришел клиент, и у него уже есть свой свободный край, какая-то длина свободного края, то это очень круто. То есть, тогда очень легко выполнить моделирование в технике выкладного френча. Мы не убираем длину. Можем даже, если, допустим, клиент хочет длинный ноготь. Если короткий, то можем убрать. И мы прямо на своем ногте моделируем гелем или акригелем высоту под выкладной френч. Вот здесь формируется ступенечка. То есть, ноготь свой не убирается. Прямо на своем ногте выкладываем скульптурный гель или акригелем, камуфлирующий, допустим. Потом выпиливаем линию улыбки. И здесь уже можем свой ноготь убрать. Длина линии улыбки варьируется в зависимости от длины желаемой свободного края. Если она хочет не слишком длинный, то, видите, мы формируем не до конца, чтобы была ширина, соответственно, выкладного френча. И потом уже убираем здесь свой ноготок, выпиливаем линию улыбки, подставляем форму и выкладываем в свободный край. То есть, стыкуем к этому бортику белый, прозрачный, цветной, любой. И затем уже опиливаем всю поверхность целиком. Это хороший вариант. Если даже у нее не сильно длинные, коротенькие ноготки, так делать гораздо удобнее. Если у нее, допустим, под корень, прям вот короткие ногти, и хотим мы выкладной френч, и хотим, допустим, какую-то там длину, пятерку, пускай будет, да. То здесь, конечно же, уже другой вариант. Здесь мы сразу устанавливаем форму. Допустим, мы хотим арочный. Чуть выше ставим форму. На форме делаем тоненькую подложку, белую или прозрачную, в зависимости от того, какой у нас будет свободный край. Если это будет витраж, то это прозрачный монофаз, либо прозрачный акригель. Если это белый выкладной френч, то сразу белую подложку, только очень тоненько, но и стык-стык к ногтевой пластине, чтобы не навалить вот здесь ступень. Иначе камуфлирующий материал ляжет неровно. Делаем тоненькую подложку, хорошо ее просушиваем. И затем уже отмеряем, какой у нас будет длина ложи. Ну, предположим, делаем удлинение, чтобы не короткий, не тупой френч казался, а такой вот красивенькой, изогнутой оленью улыбки. Выкладываем акригель, либо камуфлирующий гель на подложку, вот так, к вростам. Видите, я прям обозначаю вросты. И затем просушиваем тщательно и отпиливаем бортик вот здесь. Отпиливаем ровно пилочкой, выводим линию улыбки и затем стыкуем в свободный край. И отпиливаем еще раз уже всю поверхность. То есть это вариант, когда нет своего ногтя. Когда есть и когда нет. То есть два варианта. И сегодня мы сделаем вариант, когда нам нужно еще спилить. Спилить нам нужно еще... Так, ну, там ушло мне. Ноготь. Сейчас мы быстренько спилим. Так, что у нас там, загорелось лампами? О, загорелось. Вот здесь у нас есть своя длина, то есть у нас здесь укрепление с запечатыванием. Ноготь натуральный свой, запечатанный. Мы сейчас спиливаем моделирование очень аккуратно. Берем металлическую фрезу, так как у меня гель. Не буду включать пылесос, потому что... Положу салфетку. Не буду включать пылесос, потому что будет сильно гудеть, вы меня не будете слышать. Просто положу влажную салфеточку, чтобы хотя бы на нее пыль прилипала. Как раз пока пилю. Не снимаем никогда металлической фрезой материал до своего ногтя полностью. Металлические фрезы очень сильно травмируют натуральную пластину. Металлической фрезой мы можем только убрать длину, если это нам нужно, и убрать большую толщину. И потом уже допиливаем керамикой. И после керамики пилочкой, то есть до своего натурального ногтя, мы пилим только пилкой. Никаких металлических фрез ни в коем случае. Очень сильно травмируются ногти, я вот на себе уже это испытала. Эфир сохраните, конечно. Конечно, эфир сохраним. Когда выложат, не знаю, но обычно выкладывают сразу. Девочки-менеджеры, которые аккаунт ведут, обязательно. И эфиры, кстати, сейчас же их не нужно сохранять, они сами сохраняются в архиве. Поэтому не переживайте, все обязательно выложат. Будет возможность пересмотреть. И вот даже я сейчас пилю, я оставляю тоненький-тоненький еще слой. То есть я прям до своего ногтя, я вижу, уже начинает ноготь оголяться. Я переворачиваю на 180. Да, чтобы ноготь свой не перепилить, в коем случае. Вот, у нас есть длина. Я, конечно же, мне длина такая не нужна, ногтевого ложа. Если у меня будет длина ногтевого ложа такая, как у нее свой натуральный ногой, тогда длина ногтя должна быть вот такая. То есть мне не нужна такая длина. Я чуть-чуть сразу укорочу. Вот. Ну, вот так вот примерно. Линию улыбки сейчас на этом этапе мы не выпиливаем. То есть до конца не выводим линию улыбки, оставляем такую широковатую, чтобы потом как раз-таки у нас было место на подпил. Если мы сейчас выведем, нам потом будет неудобно, некомфортно, мы можем перепилить в росты. Оставляем вот как есть. Вот пусть он чуть неровный, пусть будет так. На этом этапе ничего не делаем и время на это не тратим. Все, сняли длину. Чуть-чуть длину, вот возьмите, допустим, если у вас все ногти, чуть-чуть сравняйте между собой, чтобы они были идентичны, но до конца не выводите. Так, сейчас, секундочку, я ищу френды. Кутикулу на данном этапе мы до конца тоже не убираем, ни в коем случае не режем кусачками, ножницами. Техники выкладного френча – это всегда техника с опилом. То есть, если мы сейчас кутикулу полностью… Я вот на данном этапе даже могу взять фрезу с таким вот закругленным, конус со скруглением. Просто аккуратно отодвигаю кутикулу, подчищаю тыриги. Я такими фрезами еще люблю пользоваться, когда кутикула тоненькая. Она вот так вот, знаете, безопасно, мягенько отодвигает, вычищает. Ну и широкая часть позволяет обработать боковые валики. То есть, вот эта фреза вообще у меня незаменимая. Вот сколько я работаю и сколько я в салоне проработала, у меня всегда была в наличии такая вот фреза со скруглением. То есть, одной каплей в работе очень тяжело обойтись. То есть, бывают случаи, когда такие фрезы просто необходимы. Все, отодвинули. Ничего не убираю, не вычищаю до конца, иначе потом приопили. Можно очень сильно повредить. Если вы убрали клиенту сразу, сделали маникюр, и потом начинаете пилить около кутикулы, даже если вы не травмируете кутикулу, поверьте, клиенту не очень приятно. Все, так. Пыль вытираем. И начинаем, приступаем к моделированию ногтевого ложа. Это первый этап. Первый этап – это моделирование ногтевого ложа. И выпил линию улыбки. Обезжириваем. Здесь у нас все этапы. Привет-привет, всем привет, всех одним глазом наблюдаем. Дальше, после обезжиривания, стандартный этап – Nail Prep. Далее у нас ультрабонд. То есть, все этапы подготовки, они абсолютно стандартные во всех техниках моделирования. Наращивание, коррекции, выкладном френче. Все. Нанесли ультрабанд. Наносим базу. Оле тонкие ногти, влажные, поэтому всегда мы используем базу герлок. Отступаем от кутикулы. Сушим. И далее. Выкладываем ногтевое ложе. На данном этапе это может быть гель. То есть, вы можете взять гель из банки, soft pink, soft nude, soft milk, гель из флакона. Абсолютно все, что угодно. Можете взять гель из баночки, можете взять акригель из тубок, гель из банки. То есть, нам нужно сделать камуфлирующую ложе. Но на данном этапе гораздо удобнее. То есть, мы сейчас будем все равно с вами совмещать. На данном этапе гораздо удобнее взять акригель, потому что выложить толщину нужно такую приличную. И чтобы не выкладывать дважды, а гелем тяжело, когда мы переворачиваем, здесь нам нужно, чтобы в центре у нас была сейчас вот здесь высота, то есть подъем. Гелем с одного раза так не выложишь. Он всегда скатится в центр. И здесь будет вот так на спуск. И нам придется второй раз все равно докладывать. А к ригелям это удобно. Можно сделать в одну каплю сразу. Просушили. Я очень люблю кавер. Он потрясающего оттенка. Просто невероятного какого-то. Очень он мне нравится. Он комфортный в выкладке. Красивый в оттенке. Хорошо пилится. Просухает отлично. То есть, это вот прям мой фаворит в акригелях. Поэтому, если хотите попробовать, то есть, чего-то начать, то очень вам рекомендую начать с акригеля кавер. Вы просто сразу влюбитесь. Они, в принципе, все по качеству одинаковые, но у него еще вот этот оттенок бесподобный. При выкладке акригеля на ногтевое ложе мы сразу спускаем на нет кутикули. На палочку не давим. Иначе будут такие ямки. Вам придется потом акригель гонять туда-сюда по ногтевому ложу. Чтобы этого избежать, сразу выкладывайте очень аккуратно. Так, чтобы у кутикулы нужно было только снять блеск. А спускаясь к вростам, уже сейчас начнем формировать толщину ребер жесткости. Когда только начинаете обучение или пробуете в первые разы, максимальное количество времени уделяйте выкладке. Для того, чтобы потом на опил тратить меньше времени. То есть, когда вы учитесь выкладывать очень аккуратно, впритык, без вот этого, знаете, потом попилю, пусть будет с запасом, вот эти слова страшные, которые тратят наше время потом, и материал, соответственно. Здесь мы стараемся в центре держать толщину, спускать плавно ее на 0,5 к боковым линиям. То есть, учитесь сразу, даже если вы новичок, и вы только обучаете, держите у себя в голове сразу то, что выкладывать нужно учиться. Нужно учиться выкладывать аккуратно, впритык. И сюда, у меня вот здесь, на торце должна быть толщина максимальная, потому что у меня здесь будет середина, не конец, то есть не торец ногтя, потому что у меня будет длиннее, а только середина. Поэтому в этом месте ногой должен быть толстенький. И вот тут я прям беру вот так палочкой и формирую, смотрите, формирую бортик сразу. Вот так, оп-оп. Мне будет легче опилить, если я сразу толщину выведу аккуратно. То есть в технике выкладных френчей, технике вообще выкладного моделирования, выкладного свободного края, они учат посвидеть архитектуру со всех сторон, в разрезе, с каждой стороны. А в салонном варианте вы этого не увидите никогда. Видите, у вас должно быть здесь на спуск, и здесь толщина. Если здесь не будет толщины, то у вас в итоге не получится продольный изгиб, он будет вогнутый. Все. И сушим. А что делать, если ноготь по природе своей скручивается? Спиливать? Ноготь скручивается от того, что его перепиливают, от того, что он не запечатан, от того, что он отходит, отслаивается от ногтевой пластины, от геля, набирается воды, потом как губка иссыхается и скручивается. Если его заузить хорошо, то есть везде скручивание убрать, запечатать, то есть выровнять его, чтобы он не был скручен, и потом поддерживать это состояние можно не спиливать. Нужно ли обезжиривать ноготь перед нанесением акригеля? Немного нет. Наносим базу, сушим 30 секунд и наносим акригель. Хотела спросить, если все соблюдаю, по какой причине? Не поняла. А если просто было наращивание, можно будет отставить при коррекции подложку или лучше перенарастить. Если было наращивание, оставить подложку. Да, можно, в принципе, оставить подложку, но вы же спилите, у вас там формы уже нет. Вы спилите, оставите еще тонкую подложку, начнете наверх укладывать, пилить, есть возможность, что подложка просто треснет. Лучше убрать. Так. Пожалуйста. Сушим 2 минуты. Обязательно окончательная просушка 2 минуты. Если вы делали все ногти по конвейерам, то можно просушить потом 1 минуту, так как уже в любом случае минута прошла, пока меняли. И следующий этап – это опил линии улыбки. один из важных этапов. Вот как вы сейчас опилите ровно и симметрично линию улыбки, вот такая она в итоге у вас и будет. То есть ваша линия френча формируется на данном этапе. Потом уже ничего не исправишь. Потом можно подрисовать, там, кисточкой. Ну, разве это выкладной френч, если его подрисовывать? Давай. Обезжириваю. И рисуем линию улыбки френча, такую, какую мы ее хотим видеть в итоге. Пилочку держим строго, ровно. Если вот здесь нам что-то мешает, убираем. То есть если ногой чуть-чуть, допустим, рос вниз, мы спокойно вот здесь филочкой подбираем, чтобы было все вот здесь внизу ровненько. И теперь от вроста до другого вроста выводим линию улыбки. Только смотрим, чтобы все это было симметрично. Проводим. Или можете взять фломастер. Можете визуально, если глазомер работает, провести вот так линию. То есть линия пальца совпадает с центральной осью. Вот смотрите, даже можно процарапать палочкой. Вот это центральная линия. И у вас с одной стороны, то есть одна сторона должна зеркалить другую. От вроста до вроста. И у вас тогда будет видно, есть ли асимметрия. Вот здесь центр, да, это самое углубленное место в вашем френче. То есть вы должны это место соблюдать. Иначе у вас будет асимметрия, что в выкладном френче вообще некрасиво. Можно кутикулу сейчас вообще не трогать. Наша задача, наша задача, смотрите, все, бортик я опилила. Вот когда я смотрю сбоку, он должен быть абсолютно ровным. Бортик я опилила. Если витраж, можно чуть-чуть под низ пилочку наклонять. И теперь задача сверху просто наметить его. У кутикулы не трогаю, потому что буду опиливать полностью поверхность еще после выкладки свободного края. Как я давно не пилила. Укладный френч, аж соскучилась. И здесь мы следим. Смотрим вот так в торец. Так, вот тут висит. Подбираем. Вот тут подбираем. У меня максимальная толщина должна быть в центре. Вот здесь прям толстенькая эта зона стресса. И плавно уходить по ростам. Не обрываться, а плавно-плавная толщина. Вот смотрите, она идет у меня от центра и к ростам уходит на нет. Тогда у меня и усики будут в моем френче красивые, тоненькие. Да? И не будет пропилов. То есть вот этот этап выпила, он очень важен сейчас. С одной стороны, с другой стороны. Все вот здесь чуть-чуть подберем и можно ставить форму. То есть вот таким образом должен выглядеть бортик. Вот здесь максимальная толщина и уходит к ростам. То есть когда я смотрю в торец, у меня должны быть стороны тоже абсолютно одинаковые. Видите, вот здесь есть толщина и здесь есть толщина. Это толщина моих ребер жесткости. Хочется, если сделать поуже линии улыбки, можете сделать уже. Можно прям вообще в выкладном френче вариаций линии улыбки вообще очень много. Я как-то делала на конкурсе даже такую как V-образную, прям уголком. Можно прям уголком. Это уже зависит от вашего вкуса. Но главное, она должна быть чистая. То есть вот прям вот вылизанная пилочкой с обоих сторон. Это очень-очень важно. То есть как вот я сейчас выпилю ровно, такой у меня будет френч. Обязательно переворачиваем в перевернутом положении, смотрим. Ну, в принципе, в принципе, все. Проверяем еще раз симметрию и устанавливаем форму. Обезжириваем. Здесь ничего покрывать, никакими базами, ничего. Вопрос самый популярный был одно время как стыкуется свободный край к гелю. Гель присоединяется к геля, к ригель, неважно, любой полимер присоединяется либо к липкому слою, либо к опиленной поверхности. В данном случае у нас опиленная поверхность нашего бортика. Поэтому все хорошо, все будет держаться, ничего не отвалится. Так, устанавливаем форму. Ох, начинается. Очень-очень липкие формы. Я сейчас сниму перчатки. Нет, там сломанный ноготь, правда. Ну, не обессудьте. Иначе это будет сейчас очень долго. И так, я хочу сделать pipe. Поэтому, смотрите, ставлю, вздергиваю кверху, и у меня выпадают углы. Соответственно, что мне нужно сделать? Правильно, мне нужно подрезать форму клубины. Где мои ножницы? нет. Можно попросить, пожалуйста, у девочки, я пока комментарии почитаю. Так. Какую цену можно ставить на выкладной френч? Смотрите, ну, я думаю, что все исходит, смотрите, от времени. То есть, сколько вы тратите на технику. Я бы ставила, как арочный, например, моделирование. То есть, я могу нарастить выкладной френч, сделать, там, с тем, за длинный с пайпом, ну, за три часа, грубо говоря. То есть, выкладной френч, витражный, на пайпе, там, пятерка, на десять ногтей, я сделаю за три часа. Да? Грубо говоря. Чисто, красиво, за три часа сделаю. Если я делаю обычную коррекцию полторы, полтора часа, она у меня стоит две тысячи рублей, а витраж у меня занимает, занимает, допустим, три часа, и он, и он будет должен стоить, тогда, допустим, четыре тысячи. То есть, исходите из времени. Если у вас там коррекция стоит тысячу двести, и вы ее делаете за два часа, а четыре часа вы делаете выкладной френч, то, соответственно, там, две с половиной. То есть, исходя из времени. И также, мы даже так дизайны считаем. То есть, сколько времени я трачу на выполнение дизайна. Еще чуть-чуть. То есть, у нас сейчас будет такой комбо. Арки плюс выкладной френч. Не обращайте внимания на мой сломанный ноготь. Я его сорвала. Завтра будем делать заново. Так. ушки. Ушки очень низко, иначе не будет арки. Еще подрезаем. Выпадает. На указательных пальцах это нормальная ситуация. Бывает, приходится вырезать это окошко чуть ли там не до двух единиц. Ну, и это абсолютно нормально. В выкладном френче особенно. Варочном моделировании. Держим также центральную ось. Смотрите, центральная ось совпадает также с центральной осью на форме. Вот эти все моменты, они должны быть соблюдены. Особенно варочном. Ушки тоже приклеиваем ровненько. Смотрим, достаточно ли мы сдернули. Хочется еще чуть-чуть. Ну, тут, понятное дело, все зависит от длины, но все-таки. Все равно выпадает вот здесь сбоку. Видите, в рост высокий, значит, режем еще. Не ставим. Вот видим, что выпадает. Не склеивайте, режьте до тех пор, пока форма не станет четко. Постановка формы это самый важный момент. Если мы сейчас поставим на абыках, да бог с ним, то будет у нас затек, будет у нас ступенька сбоку, будет у нас толщина снизу, то есть ступенька изнутри натек. Поэтому не пропускаем эти моменты все. А форму держим зажатой, не разжимаем, иначе будет плоский. Все, приклеили. Дальше можно склеивать. Держим пальчиком центральную ось, склеиваем нижние ушки стык в стык, на прошлом эфире я вам рассказывала, насколько важны в арочном моделировании вот эти все параметры. Если чуть-чуть, где-то не стык в стык, чуть-чуть съехала ось, все, арка будет уже косая. Склеили, заломили с одной стороны форму, заломили с другой стороны. и так как у нас будет пайп, вот так узенько к свободному краю поджимаем. По бокам должна быть форма зажата, ни в коем случае не широко. Стоять, иначе не будет широкий. У меня будет такой полувитраж полубелый, поэтому я сейчас подложку сначала сделаю прозрачным, а потом уже буду делать то, что хочу. И в качестве прозрачного я возьму монофас. Почему не на его? Потому что он жесткий, он выдерживает любую нагрузку на свободный край, то есть им можно делать арки, можно делать салонные ногти, можно делать стилеты длинные. То есть это классический однофазный гель, который вот у нас без него не обходится ни одно моделирование такое нестандартное. В качестве подложки я возьму именно его, мне очень нравится. Что там ближе? Что там у нас? Мотно. О! выкладываю тоненько, стыкую прямо к бортику, подвожу к вростам, надо еще беру, только подложку делаю не толстую. нынкий, мол, меседжет. И еще Меседжет, меседжет, его, очищает, если восторг, Меседжет, лаком, господи, меседжет, Меседжет, эфи, меседжет, и оседжет. спускаем ушки скос очень-очень аккуратно стоп-стоп-стоп верни съехал стоп ой а позвони вами пожалуйста сейчас девочки секунду аккуратно позвони вами монотоксины надо вызвать или скажи пусть подождет я ему перезвоню скоро вызови ему такси пожалуйста позвони скажи что ты уже решили другой номер ну достань девчонки извините у нас тут форс-мажорная ситуация сушим сейчас вызову такси хорошо ты открою карта сейчас покажу достаем проверяем дублируем если где-то получилось тонко так как пайпе вот здесь прохожу еще по бокам чуть-чуть сушим сейчас начнем декорировать девчонки извините пожалуйста сейчас я вызову комфорт плюс назначится водитель напиши что поедет мальчик 9 лет школы детьми иногда бывает да я забыла что просушиваем давай и чем мы можем дальше пользоваться есть два варианта можно акригель белый акригель white можно форм гель ультра white смотрите если вот так их сравнить гель белый и белый акригель то они чуть-чуть разные по оттенку белый гель он кипель не акригель чуть-чуть как вот смотрите как такой как как же его назвать на как пва клей наверно он такой видите как чуть больше прозрачноватый гель он кипельно-белый я как бы мне без разницы чем работать я могу и тем и тем ну то есть вообще абсолютно без разницы вы выбираете какой вам комфортнее единственное что белый гель он плохо просыхает в толщину большую и если вы делаете выкладной френч допустим полностью то делайте тонкую подложку сначала монофаз а потом уже белым гелем смотрите я кладу его на кончик и растушевываю поэтому что я хочу сделать декорации блёсточки прям вот так промазывать номер тоненько проходим и вот сюда точно так же смотрите к бортику кладу большую толщину и растягиваю доводим прям до в роста стыку им к бортику просушиваем что мы можем сделать дальше дальше мы еще одним слоем к бортику прокроем белым и теперь я беру белый гель монофаз 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 прям вот можно даже вот так перемешать и декорация отменяю заново и сюда вот все что только нашей душе угодно слюда блестки но я не перемешиваю видите чтобы у меня не смешался не получился молочный а был такой вот сразу воде коми прям белый с прозрачным и тот что-то по типу того как я делала акригелем но только в технике укладного франч достаём вот сюда стыкуем белый гель еще разок чтобы у нас прям вот получилось получилось линия улыбки белая если вдруг эта линия улыбки у вас потом пропиливается или где-то неровненько ничего страшного вполне возможно подрисовывать усики белой краской перед покрытием топом так даже на конкурсе делают очень-очень незаметно правда не краской а тем гелем которым моделировали если вы смотрите при выкладке у вас залезает гель на камуфляж ничего страшного все она будем поверхность опиливать все и дальше уже будем декорировать сейчас я буду брать поочередно вот так то что намешало и выкладывать отсвечивает но блестит красиво распределяем по всей длине ой там такие разводы красивые примерно вот именно так я и хотела можем перевернуть выровнять если вдруг сильно потекло в бока слушаем и можем окончательную толщину добавить монофаз а можем вот этой же смесью которую намешали ну лучше и нападет под пропил ничего страшного достаем все мы можем чуть-чуть еще доложить и принципе достаточно главное чтоб на опил хватило главное чтоб вот здесь было все закрыто плюс акригеля в том что мы можем вот эти манипуляции сделать в одну каплю если вдруг вы начнете пилить и поймете что где-то там не доложили мы можно всегда добавить сушим и просушиваем окончательно две минуты все и можем начинать пилить это нужно пробовать они боятся девочки вот когда-то это и для меня было очень страшно когда-то казалось что я красиво не научусь из первых раз ни у кого никогда не может получиться идеально просто нужно садиться и пробовать делать да будет сначала возможно как бы не удовлетворительный результат но с каждым разом будете видеть что у вас получается все круче и круче так как на конкурсах тоже мы когда готовимся сначала ты такой думаешь господи боже мой что это вообще такое как это разбить и как научиться делать красивое как научиться делать более или менее чистое почему других получается а мне не получается ну на десятую тренировку ты уже понимаешь что смотришь на свои первые ногти смотришь на последний горе господи это круто это круто а потом ты уже начинаешь кайфовать от процесса когда ты видишь что у тебя получается когда ты знаешь где нужно положить а промежуточное время полимеризации 30 секунд до промежуточная 30 секунд лучше минуту интересно самой себя так получится сделать ну на правой руке то это на левой руке то точно получится я себе делала как тысячу раз когда тренировалась когда только училась делала только на себе ну смотрите сами можно и на правой я даже себе на правой делала как-то выкладную френч правда они получились тонковатые но ничего страшного зато отработала чем начинать чем делали ногтевую ложь делали мы ногтевое ложе акригель cover акригель cover у него очень красивый цвет натуральный и им очень удобно работать он классно выравнивается классно пилится его комфортно раскладывать как палочкой так и кисточкой можно делать акригелем любым цветом любого цвета можно также гелем из банки но гель из банки он жидковат то есть нужно будет несколько этапов акригелем есть возможность выложить сразу в один слой ой чуть-чуть выпачкала все после того как полностью выложили снимаем форму смотрите какая у нас арка и начинаем пилить сначала выстраиваем боковые линии здесь чуть-чуть мне будет не хватать я уже вижу видео чуть-чуть не доложила сейчас попилю и доложу здесь вообще ничего страшного это моя привычка выкладывать тютелька в тютельку бывает чуть не докладываю ну это абсолютно нормально затем по скосу обязательно у пайпа у него есть скос то есть здесь мы сразу открываем толщину убираем все лишнее это у нас получился такой декоративный белый френч у меня черные перчатки и черная вытяжка снизу поэтому он у вас отсвечивается вам не видно я потом обязательно фотографирую и выложу в теперь мы можем начать опил около кутикулы мы когда пиливали ложе допомним что мы не трогали зону около кутикулы потому что в любом случае опиливаем полностью поверхность сейчас вот здесь я сейчас буду пилить мне чуть не хватит но ничего страшного там капельку капельку вот буквально вот видите ямочка ничего страшного доложу около кутикулы стараемся только снять блеск не давим на пилку ни в коем случае здесь мы можем уже понижать толщину то есть мы выкладывали такую приличную толщину можем чуть-чуть понизить толщину ушек вот здесь счищаем железные ногти это всегда много пила плюс в арках нужно учитывать все параметры можно чуть-чуть вот здесь уже приподнять слишком длинные уши я же понимаю что они не такими длинными будут еще раз по скосу пройтись я держу свободный край чтоб не было неприятных ощущений при а педушка длинные ногти пилишь не очень приятно сейчас доложу где мне не хватило и потом еще допили перед тем как доложить просто обезжириваю ничего не покрываем не база ничем так также точно как я и делала намешаю сейчас монофаз и белый гель блестки можно добавлять можно не добавлять в принципе у меня там их уже достаточно но чуть-чуть слюды подложу чтобы похоже вот видите я прям видно эту ямочку сбоку и в эту ямочку вот именно там где не хватает доложу аккуратненько выравнивать вот вот она эта ямка чуть-чуть чуть-чуть уберу длину сейчас френч вот кажется как будто бы чуть-чуть шире чем длиннее точнее чем ногтевое ложе так быть не должно то есть френч должен быть либо один к одному это максимум либо короче я фиганула длину мне кажется у меня френч длинноват поэтому сейчас чуть-чуть уберем длину пока почитаю можно ли смешать акригель прозрачный с белой эмпасты можно ли смешать акригель прозрачность белой эмпасты можно когда не было белого выкладного и белого геля и не было белого акригеля именно так делали только мы брали не акригель тогда еще не было его форм гель клер еще был если нет можно взять монофас и туда добавить чуть-чуть импасты только совсем чуть-чуть по что если много добавить и не просохнет а можно на верхней формы выкладной арочный делать да можно только арочные на верхней формы выкладной это прям совсем геморройно будет а